Лично мое пожелание, чтобы и в этой студии, и у вас там, все время держались как слепой за стенку одного момента. Как сделать, чтобы мир состоялся? Потому что понятно, что то, что родилось на последнем Минске соглашении, больше напоминает анекдот, знаете, согласно которому родился ребенок красивый, умный и доношенный, и даже вес хороший, только мертвый. Это понятно, и мы, я надеюсь, не скатимся к тому, что это будет провинциальный треп еще один на тему о нежиспособности этих договоренностей. Вы лично верите в то, что все-таки мир наступит? Три минуты? Я хотел бы, чтобы прозвучали от каждого идеи, а как, чтобы состоялось? Как, чтобы состоялось? Вы находитесь на территории доброты? Доброта – это приязненное отношение к людям, ко всем людям, не к камену, а к людям со всеми их недостатками, со всем их нутром. Но нам надо жить вместе, при всех разнообразиях, жить придется вместе, рядом, надо заглянуть, как это ни трудно, даже не в завтрашний, а в послезавтрашний день, и от этого корректировать свои отношения и даже высказывания. Последний тезис. Чтобы остановилась война, мое предложение. Должна быть погашена война в головах. Вот где родилась война. И не без помощи журналистов, кстати говоря, а может быть даже в основном благодаря журналистам, полыхнуло. Второе. Нужно следить за речи. Мова ворожнечи по-украински. Или язык вражды. Надо следить, перестать употреблять. Обидны для другого фразы и речи. Последнее я прибегу к тючеву. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. С сочувствием к друг другу. Спасибо.